Привет! Ты смотришь Тойстер, как бы странно это не звучало. Ох, какого только робота у меня на обзоре не было! А какого не было? Например, вот такого. Ику Нео, Silver Lead Robo App. Это робот, который поднимает и переносит предметы. У него есть функция, при помощи которой, я полагаю, он может балансировать с предметами, и с ним даже можно играть, типа, сколько предметов он удержит. Во-вторых, он может свою картонную коробочку поднимать и переносить, что весьма прикольно. Ну и, конечно же, у него есть пульт управления. Вот такой. Должно быть, он вам хорошо знаком. До этого уже был один или, может быть, даже два робота у меня на обзоре, которые использовали подобный пульт. Он позволяет запрограммировать до 50 шагов. То есть вперед, назад, влево, вправо, поднять, опустить и так далее. Целых 50 шагов. Вот он, вот он здесь, красавчик этот пульт. Кстати, у него дизайн немного сменили. Надеюсь, и начиночка у него тоже стала покруче. Что же касается робота, то он похож на нечто такое футуристичное, типа игры Portal или типа того, не знаю. На обороте у нас всякая информация и комплектация. Он у нас может подниматься и опускаться, что весьма здорово. Может переносить коробку, может балансировать, может следовать за пультом. По-моему, подобная функция была и раньше. У него трехцветные глаза и звуковые эффекты. Ссылку в описании на этого робота вы без труда найдете. Можете сейчас перейти, посмотреть. И если вдруг вы знаете, что это такое, и просто вдруг запамятовали об этом роботе, а я вам сейчас напомнил, то заказывайте. Если нет, давайте вместе со мной мы его посмотрим и ознакомимся. Так, фирменный уголочек ИКУ. Давайте я открою его. Раз, скотч. Два, скотч. Наверное, три скотч. Нет, три скотча нет. Открываем. Так, робот, вызволяем тебя из темницы коробки. Ой, слушайте, а он классный. Так, тут у нас есть еще вот такая вот коробка. Есть инструкция. И больше в коробке ничего нет. Коробка абсолютнейшим образом. Дальше у нас пустая. Так, ну, инструкцию, я думаю, мы с ней потом разберемся. У нас, ага, у нас целых две коробки здесь. Погодите, давайте я попробую сделать коробку. Так, а как ее собрать? Ее клеить надо, да? Нет, ее не надо клеить. Она нормально складывается. Вот так. Вот так. Я полагаю, коробки сделали специально чуточку более легкими, чем нужно, для того, чтобы робот их без труда поднимал. Так, прожимаем эту штучку. Складываем здесь. Интересно, мне хватит двух коробок или нет? И складываем вот здесь. Вот такая вот коробочка у нас с дырами получается. Ну, кстати, симпатичная и складывается нормально. Картон твердый. Сам робот у нас вот такой. Так, давай мы тебя, дружочек-пирожочек, отсюда освободим. Раз. Два. Три. Оп, выбирайся. Давай-давай-давай. Давай-давай, выходи смелее. Вот он. Так, я чувствую сразу, что пластик немного стал получше. Он стал более твердый. Смотрите-ка, внутри не оставляет пустого пространства, закрывают его. Мое почтение, кстати. Так. Ой. Слушайте, он классный. Ну-ка. Ой. Ты погоди, куда ты лег. Я полагаю, он должен будет вот так вот балансировать на своих на ногах, но при этом он сможет приседать, чтобы взять коробку. Ну-ка. А, он ее будет вот так вот рукой поднимать, я понял. И будет продолжать балансировать, чтобы ехать дальше. Вкл-выкл сзади, но поскольку батареек в нем пока нет, он не работает. Ну и лицо у него с пленочкой... Ай, ладно, пленочку оставлю, пускай. Не люблю снимать на самом деле такие пленочки. Так. Помимо всего прочего, у нас есть поднос для игры с предметами. То есть, сколько он может удержать на весу предметов. Ну, сделан из простенького пластика. Тут как бы не до чего докопаться и спросить тоже не за что. А как он вставляется? Он должен каким-то образом вставляться в руки. Я только не понимаю, как. Видимо... А, ну, видимо, в прямом смысле его нужно просто вот так согнуть. Именно поэтому он сделан из не очень твердого пластика. Вот так он с подносом выглядит. И, наконец, пульт. Ой, выпал. Пульт выпал. Но ничего страшного. Да, пульт доделали. Пульт стал чуточку более объемным. Его гораздо приятнее держать в руке. Кнопочки мягкие достаточно. Кольцо по-прежнему щелкает. Тут все работает. Как бы окей. Так, я пошел искать батарейки для этого парня. Потому что без них он пока что бессмысленен. И будем тестировать. Посмотрим, что нам может предложить этот робот. Итак. Робот. И пульт под завязку заправленный батарейками. Включаем робота. Жмем вкл. И... О, у него глаза засветились зеленым. Что бы это могло значить? О, желтым теперь. Кстати. У них теперь цветные светодиоды там стоят. Не дурно. Так. Пульт. Ага. Ой. Так. Хорошо. Дружочек. Подожди. Давай. Давай назад. Он начал балансировать. А как его поднять? Ну-ка. Ап. О-о-о-о-о-о-о. Смотрите. Смотрите на это. То есть можно присесть. Можно встать. Это мне напоминает функцию какого-то робота из фантастического фильма. Черт побери. Я не помню из какого, но где-то я это определенно видел. Давай, поднимайся. Так. Следовательно. У нас игровая функция происходит следующим образом. Базовая. Мы садимся. Так. Теперь подъезжаем к коробке и поднимаем... Нет. Давай подъезжай к коробке. И поднимаем ее. Опа. Вот он у нас коробку поднял и может, например, отъехать назад или, например, развернуться. Полагаю, в наше время уже не стоит объяснять причину того, почему робот так умудряется балансировать на двух колесиках. Ну, если вкратце, внутри его тела находится гироскоп, который включает туда-сюда моторы, чтобы они ехали вперед или назад, в зависимости от того, как он расположен. Ну, кстати, звуки издает тоже достаточно приятно. Судя по всему, динамик в нем тоже поставили лучше, чем в предыдущих моделях. Также при помощи пульта и оперативного колеса мы можем отдавать отдельные команды. Например, издать какой-нибудь звук. Ну, некий роботический звук. Окей. Далее. Второй звук. Ну, он крутится и издает тоже какие-то роботические звуки. Так, далее. Вибрация некая. А, это типа стрельба из лазеров. Так, дружочек, давай мы вернемся немного назад. Давай, подъезжай. Нет, вот, вот так. Вперед, 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 вперед. Молодец, молодец. Умничка. Так, следующая функция стоять. Ну, собственно, он просто будет стоять на месте. Так, движение вперед-назад, влево-вправо с ускорением и без. Поворот на 360 градусов. Проверим. В одну сторону и в другую. Как вы понимаете, все эти опции можно отдельно будет запрограммировать, но можете их при желании и отдельно использовать. Влево и... Тихо, 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 тихо. Все хорошо, не паникуй. Он наехал на подставку и немножко запаниковал. Так, давай, поворачивай нас еще влево. Еще раз влево. И вот так. Так, теперь поворачивайся на месте. И вставай на исходную позицию. Так, скажем ему, чтобы он стоял. Теперь осталось, пожалуй, только запрограммировать его попытаться. А, и попробовать еще режимы игры. Ну, знаете что? Я думаю, удержи сколько сможешь. Он не включается как отдельный режим. Просто мы ставим его на стей, то есть находиться в одной позиции, и начинаем накладывать ему всякие грузы. Так, что ж, давайте проверим. Только сначала мне нужно вставить обратно подставку. Я рискну своим телефоном. И поставлю его на подставку роботу. Ай-яй-яй. Ну, он почти его удержал. Так, окей, давайте что-нибудь полегче. Например, батарейки. Оу, он смог. Он смог. Смотрите-ка, он их держит. Так, вези обратно. Он их держит и может спокойно с ними передвигаться. Они, кстати, нелегкие. К слову. Целых четыре батарейки. Так, давайте еще что-нибудь накинем сверху. Я что-то телеф... Сейчас рискну и положить туда. Но можно положить туда меня же. Так. И он снова удержал. Отличный результат. Давай еще сверху коробку тебе накинем. И коробку он тоже держит. Слушайте, это на самом деле забавная тема. Но мне в какой-то мере его теперь жалко. Потому что мы его несчастного так нагрузили. Так, давай, разворачивайся. Нет, ты сейчас уронишь коробку. Что же ты наделал? Ты ее не довез. Так, отдай. Теперь попробуем его запрограммировать. Для начала мы очищаем память. Жмем режим. И задаем программы. Так. Влево-вправо. Издать звуки. Повибрировать. Разогнаться вперед, разогнаться назад. Еще раз влево, еще раз вправо. И встать. Поехали. И вот он. Да. Вот он выполняет программы, которую мы ему задали. Так, главное, чтобы не упал. Хе-хе. Или, например, уехал в другую комнату. Это достаточно трудная задача, поверьте. Вот если у вас есть робот, вы знаете, что с этим придется повозиться и поломать голову. Что же касается самой модельки, то она мне понравилась. Так, дружок. Развернись, пожалуйста, к нам лицом. Моделька мне понравилась. Весьма забавный робот. В отличие от многих предыдущих, у него действительно крутая игровая функция с этим балансированием. И катается, и опускается, поднимается он реально забавно. Так что будет одним из моих любимчиков. Наверное, наравне с тем большим крутым роботом и роботом-собакой. На этом все. С вас лайк, подписка, колокольчик. Особенно, если видео понравилось. Комментарий не забудьте. Увидимся в следующем видео. Да, и ссылку под видео проверить не забудьте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok